Друзья, всем привет! Вы слышите SD-Cast, его уже теперь 60-й выпуск. С вами в этой виртуальной студии, как обычно, я, Кейс Даймон. Сегодня у меня в гостях Иван Круглов, программист Booking.com. Вань, привет! Привет, привет! Расскажи немножко про себя, вообще, как давно ты и чем занимаешься, ну и как попал наш славный айтишный мир? Ну, занимаясь в айти, я как с детства, со студенчества, как, наверное, многие из нас, там, с отцом собрали первый компьютер сами, там, в 90-м, не помню, в каком годах, там, нёс третий, наверное, нёс четвёртый. Вот, сами собрали, что-то там стало играться, потом купили, не помню, у меня второй компьютер был Neuron, я даже, сложно мне вспомнить, на каком там железе он был, но это был такой большой монстр, 80-88, по-моему. Ого! Вот, ну да, такой вот. У меня отец военный, мне кажется, он где-то купил, где-то со склада какого-то военного, то есть это какая-то такая вещь. Я вот только у друзей, у кого папа военный видел. Понял, да? Вот, ну потом, да, уже там, каком-то не помню, там, в 98-м, а в 98-м году, я помню, прямо перед известным дефолтом нам повезло, буквально там за две недели перед этим мы купили пень, там, ну, за вменяемые деньги, то есть буквально там на три недели позже мы не купили. Слушай, ну да, да, это уже точно, слушай, прямо-то как повезло, повезло. Pentium 200 MMX, вот, ну что там, потихоньку начал программировать, работал, работал с админом, там, с лет 16, по-моему, еще в школе я учился. Вот, ну так потихоньку затянуло, потом в определенный момент, как бы, я понял, что с админством, наверное, стоит закончить, и вот решил перейти в программисты, это вот 2008-2009 год. Такой у меня был рубеж, когда я вот решил перейти. Вот, работал я все время в Иркутске, откуда я сам, собственно говоря, родом. Вот, и в каком, в 2012-м, что ли, ну, собственно говоря, 5 лет назад, как-то так я определился, что хочется куда-то двигаться вперед, начал искать варианты работы, там, такой у меня достаточно длительный путь был, там, там, один год подготовки, большое количество интервью, вот, да, там, походил, там, во все крупные российские компании, во многие, и в европейские, и в американские крупные компании. В итоге оказался, как бы, в Booking.com, вот, где я сейчас и работаю, уже пятый год скоро будет. Ого, слушай, а ты в Booking пришел, как бы, ну, как программистом, или кем просто так, как бы? Да, я пришел просто программистом, сейчас, как бы, официально моя должность, senior developer, то есть, как бы, чуть повыше, но, как бы, смысл тот же, что там, сидим, проектируем системы, делаем мир лучше потихоньку. Ясно. Что сказать-то, думаю, как все остальные, ничем сильно не отличаются. Ну, ты знаешь, у всех разные истории бывают, в общем-то, это всегда интересно послушать, потому что иногда вот думаешь, ну, что там, да, все там, вот, кто-то с детства, кто-то, знаешь, там, был чуть ли там вообще не за каким-то, не знаю, юристом, а потом неожиданно поменялся, и поменялся не просто, а еще и сумел, так сказать, и базу, ну, вот, базис, так сказать, базовые знания получить и вырасти, как бы, еще сильнее, то есть, такое тоже нечасто встречается. Не, у меня как-то так, у меня и до сих пор и хобби, это компьютеры, то есть, как-то так, у меня с самого детства, это стезиа, то есть, у меня, получается, по первому образованию я инженер, как же мне это должно, как же мне звучало это в дипломе, короче, не помню, учился я на ЭВМ. Какой-нибудь инженер системотехник, что-то типа того. Да, инженер системотехник, да, мы там проектировали всякие микросхемы, вот такие, как бы, более низкоуровневые вещи, по второму образованию я, ну, классический, если программист. Ну, то есть, у меня первое образование среднеспециальное, то есть, я, как бы, 9 классов учился в школе, потом 4 года в техникуме, то есть, как бы, я на 2 года от сверстников отставал, вот, и потом 5 лет в университете. Ну, ясно, ясно. Слушай, ну, прежде чем мы, наверное, поговорим уже там про букинг и всякие интересные штуки внутри, вот расскажи немножко, как вообще вот ты, ну, может, чуть поподробнее попал, вообще там, и интересно послушать с точки зрения, вот, ты говоришь, у тебя было много собеседований, да, может быть, вот есть какая-то, не знаю, в твоем таком представлении, знаешь, отличие там собеседований там российских компаний, зарубежных, вот, ну и дальше немножко, может быть, чуть-чуть поговорим, как вообще ты перебирался, потому что, в принципе, ну, наверное, сейчас довольно-таки много людей переезжает, вот, но, тем не менее, хочется послушать, как там у тебя это было. Ну, скажем так, крупные компании, по большому счету, интервьюируют одинаково. Окей, давай так, то есть, сначала, как бы, про то... Ну, про интервью, да. Получилось у меня, да, про интервью. То есть, у меня, как бы, в определенный момент я понял, что хочется двигаться вперед, да, и, ну, как бы, сам для себя поставил такую цель, да, но при этом было четкое понимание то, что, во-первых, текущие скиллы, как бы, ну, не годятся, ну, как бы, не достаточно хороши. И второе то, что, как бы, даже если мы программистские скиллы достаточно хороши, ну, скажем так, я смогу их развить, да, они очень сильно отличаются от тех скиллов, которые необходимы для прохождения интервью. То есть, как бы, такое у меня очень, ну, четкое понимание было то, что, там, скиллы для прохождения интервью и скиллы для программирования, скажем так, для ежедневной работы, это практически ортогональные вещи, которые не сильно много между собой связаны. И поэтому я выбрал для себя такую стратегию, меня потенциальные работодатели за это сильно возненавидят, но я просто стал ходить по интервью. Я начал сначала с мелких компаний, потом пошел, когда я через мелких уже стал проходить в средненькие. Ну и в итоге дошел до крупника. То есть я был на интервью во всех российских крупных компаниях, наверное, во всех крупных американских, европейских. Ну то есть там Google, Facebook, Amazon, Яндекс, Mail.ru, Дубльгиз, что там еще. Короче, интервью у меня было очень много. Я тут сейчас открыл свой списочек. У меня было в итоге 68 интервью. Ого, нифига себе. Да, и послал я 72 аппликейшена. Вот. То есть да, такое, это как бы у меня весь путь мой занял там где-то там год-полтора. Вот. Слушай, ну а вот ты, мы там послал, там, не знаю, вот, да, там прошел, окей, прошел. Куда-то же тебя же, наверное, ведь, в принципе, готовы были взять. Ну, скажем так, да. То есть на начальных этапах не сильно брали. Ну, понятно, что первые, 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 так сказать, походы, они как раз таки выявили какие-то узкие места, которые, я так понимаю, ты в дальнейшем там, ну, подтягивал с каждым разом, так сказать, учился, что называется, на своих уже опыте. Тут, как бы, я уже сказал то, что, наверное, за это меня потенциальный работатель возненавидит. Ну, да, то есть были такие моменты, когда я четко, как бы, оплавился на оппозицию, да, я понимал то, что даже если они дадут мне оффер, ну, маловероятно, что я его приму. Вот. Ну, то есть, как бы, это было сделано с целью вот получения скиллов. Но это, как бы, я не вижу другого способа, как получить вот скилл прохождения интервью. То есть они, как бы, ну, вот, мой опыт показывает то, что они очень часто, то есть тебя либо, скажем так, тебя либо оценивают, короче говоря, вот, например, в мелких компаниях, по моему опыту, очень часто задают, как бы, конкретные специфические вопросы, которые, как бы, ну, блин, в ежедневной жизни тебе, ну, не нашли на тебя. Я помню, там, мне задавали, типа, там, в плюсах это, на плюсах писал, типа, там, назови мне, там, три или четыре способа, там, создания объекта, да, там, или там, в какой, там, сколько способов есть сделать, там, вот такую-то штуку или вот такую-то штуку, да, то есть, такие вещи, которые, как бы, ну, ты, тебе они не, лучше даже про них, наверное, и не знать, да, но тебя по-прежнему спрашивают, как бы, и на основании вот этих знаний тебя, на основании этих знаний тебя оценивают. Да, это вот, как бы, вот эти мелкие компании, ну, по моему опыту достаточно сильно грешат. В крупных с этим чуть получше, вот, но там начинается, начинают очень сильно оценивать всякие софт-скиллы, да, то есть, там нужно правильно уметь презентовать себя, правильно уметь, как бы, выстроить свою линию мотивации, да, то есть, правильно, подготовка важна, там, как бы, прочитать про компанию, понять, как бы, как бы, как бы, своим приходом, там, какую проблему они хотят порешать, да, то есть, такие, как бы, вещи, которые, ну, опять же, там, будучи программистом, там, делая какие-то, там, строя системы, там, масштабируя системы, делая быстрее, они, как бы, ну, немного не используются. Вот, ну, да, то есть, вот, 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 вот примерно так, скажем так. Слушай, а вот ты очень такую интересную мысль сказал, ну, важную в смысле, что, вот, на собеседах часто, очень часто спрашивают то, что совсем в реальной жизни не нужно. Вот, вообще, как-то, как ты думаешь, почему так получается? Ну, потому что, вот, вроде так, если со стороны взглянуть, да, ну, зачем спрашивать какую-то фигню, которую всё равно реально никто никогда не будет использовать? Почему не спросить какие-то более, я не знаю, ну, скажем так, приземлённые вещи, которые реально, там, какие-то проблемы, ну, не знаю, там, как вот нам сделать механизм, не знаю, поддержки сессий, да, но вот какой-то тот, чем, скажем так, из контекста своих реальных задач, где просто подумать, как человек, не знаю, рассуждает, ещё что-то. Скажем так, мой, мой взгляд на эту вещь – это то, что вообще интервью, как бы, это достаточно сложная штука, да, и найти вопрос, который будет достаточно сложный, и его можно будет уместить в полчаса, то есть, классическое интервью 45 минут, да, всегда у тебя, там, есть первые, там, 5-10 минут на раскачку и последние 5 минут, там, на вопросы с того, кого ты интервьюируешь. То есть, я, как бы, сейчас уже начинаю говорить с другой стороны, потому что я в Booking достаточно много делал интервью. Вот, и подготовить, как бы, вопрос, который будет достаточно сложный, одновременно уместиться в полчаса, но его достаточно, ну, сложно такой найти, да, и, ну, видимо, как-то люди не готовятся, и в итоге, то есть, это сложность, плюс люди не готовятся к интервью, и вот, как бы, все скатывается вот в такой, как бы, ну, в очень упрощенную, в редуцированную форму. Ну, да, попыток вытаскивать каких-то особенностей, языка или еще чего-то. Ну, да, то есть, в итоге, как бы, люди скатываются то, к чему они знают, или там, то, над чем они работали, вот, буквально, там, перед тем, как пришли в комнату на интервью, да, ну, как-то так, да, то есть, как бы, достаточно сложно подготовиться к интервью, особенно, там, в какие-то топовые компании, да, и также, как в самой компании сложно составить, как бы, такой вот механизм, который, с одной стороны, отсеивал, как бы, плохих кандидатов, да, но при этом было не очень много фолс-негатив. Ну, или там, фолс-попозитив, смотря на под какую метрику мы оптимизируем. То есть, как бы, такой достаточно сложный процесс, и вот, как-то, видимо, в мелких компаниях нет возможности уделять достаточно больших ресурсов, там, на подготовку интервьюеров. Ну, да, я думаю, что там в мелких компаниях, обычно, знаешь, как, типа, вот, программисты сидят, вам нужен программист, ну, так, так, кто-то будет сейчас сегодня с собой, ты, вот, слушай, иди, поди, там, надо пособеседовать, ну, такого плана, я там, может, утрирую, но в целом, как бы, наверное, примерно так это сводится. Слушай, еще маленький моментик, вот, смотри, насколько важно, ну, как бы, соискателю тоже, так сказать, там, погрузиться немножко к интервью подготовиться, в смысле, что там, почитать про компанию и вот понять, чем они там занимаются, еще вот тоже, ты говоришь, что в маленьких-то это особо нету, там, наверное, никто на это так, как бы, не уделяет этому внимания, а вот в больших это довольно-таки важно. Нет, это везде важно, то есть, вообще, ну, подготовка, скажем так, со стороны человека, который делает периодическое интервью, всегда очень хорошо видно, готов, как бы, человек читал вообще про компанию или нет, да, это, как бы, вот, очень четко видно, естественно, когда видно, что ты подготовился, это всегда тебе плюс, да, потому что, во-первых, это говорит о том, что твои намерения серьезные, да, и, ну, то, что у тебя есть какая-то мотивация для вот этого конкретного шага, а не то, что там, не знаю, там, кто-то тебя там нашел рекрутер, сказал, ну, окей, там, давайте, короче, я, по-моему, приеду, приеду, да, там, такое-то, как-то называется-то, туризм, как есть научный туризм, а есть, вот, тут туризм, когда люди на интервью ездят, вот, так, потерял мысль, о чем мы разговаривали. Ну, я понял, да, в общем, про то, чтобы, важно, в общем, почитать тоже, и сразу, блядь, большой плюс. Слушай, а расскажи немножко, вот, как бы, да, ты же находился там в Иркутске, соответственно, если ты говоришь какие-то там американские компании, то это в основном все-таки как-то там, я так понимаю, ну, там, не знаю, удаленно, то есть, там, какие-то скайпы и еще что-то, да, собеседование, и даже, как бы, прям тебе там лично так там поездил везде. Ну, да, естественно, достаточно было много по скайпу, тут, конечно, только момент, то, что вот, как вот эта часть вот этой вот подготовки к движению вперед, да, было понятно то, что знание языка, они достаточно хорошие, то есть, даже учитывая то, что у меня, я как бы пока учился в институте, я выиграл грант и полгода учился в Финляндии, как бы, на английском языке, да, вот, и даже с учетом вот этого опыта, мой английский, как бы, ну, не был достаточно хорош, поэтому я взял на работе двухмесячный отпуск за свой счет и поехал в Штаты, там есть такая, забыл, как называется, школа, короче говоря, языковая школа, вот, учился я два месяца в Беркли, это в Силиконовой долине, вот, и одновременно, как бы, вот, с учебой там, я параллельно там ходил на интервью. А, вот, ну, как понятно. Да. Я, слушай, ну, ты прям так вот расскажешь, вообще целенаправленно такая вот, ты поставил себе цель, И вот прям так хорошо, уверенно к ней шел, здорово. Ну, давай, наверное, немножко эту тему уже, так сказать, закончим с ней. Давай поговорим теперь про букинг. Ты, я знаю, долгое время, ну, или какое-то такое достаточно продолжительное время, скажем так, занимался там поиском именно в букинге, да, и делал даже всякие доклады про это. Вот, давай, наверное, про это поговорим, я думаю, тут есть много чего интересного тебе рассказать. Ну, да, то есть поисками занимался где-то примерно год-полтора, вот, из тех пяти лет, что я с букингом, пришелся на такой достаточно интересный момент, когда мы полностью перестраивали, как бы, подход к тому, как мы делаем поиск, какие технологии мы используем. Вот, с чего начать? Ну, давай, небольшой экскурс, как всегда, там, как вот когда ты пришел, соответственно, там, что было на тот момент, да, вот ты сказал, что вы там это все перестраивали, будет интересно послушать вот именно такие архитектурные вопросы. Ну, да, давай я сделаю немножко еще шаг глубже и начну вообще, как поиск развивался в букинге, такой краткий экскурс. Да, кстати, это тоже будет важно, да, потому что там у вас всякие такие особенности, там, ну, вот, я помню по докладам про бронирование, вот эти всякие даты и прочее, да, давай, конечно. То есть, как бы, понятно то, что в букинге поиск состоит из двух частей. Это первое, нам нужно, собственно говоря, понять, какие отели удовлетворяют поисковому запросу, да, ну, просто взять и сделать выборку. Ну, и второй шаг – это нужно понять, какие из этих выбранных отелей, какие в них есть доступные комнаты и по какой цене. Это, как бы, такие вот две, с одной стороны, связаны, но с другой стороны, они просто, они по сложности разные. То есть, если первый сет у нас достаточно фиксированный, ну, там, букинг, не знаю, там, отели не добавляются там каждую секунду, да, там, они добавляются там с какой-то периодичностью, которые… Ну, в общем и целом, да. Короче, в общем и целом, как бы, сет, он стабильный, а второй сет, он постоянно изменяется, потому что всегда, как бы, идут какие-то брони, отели шлют нам какие-то изменения, да, там, кто-то там, кого-то что-то там выкупили, они, соответственно, что-то убирают или, например, что-то добавляют, ну, и так далее. Вот, и в классическом, как бы, в самой первой имплементации это все лежало просто, как бы, в базе данных, просто в мускуле. Вот, и это все какое-то время работало. Тут, как бы, еще стоит сказать то, что вот эта вот функция, понятие того, какова минимальная цена комнаты, которая удовлетворяет моим критериям в данном отеле, да, она, как бы, сложная. Почему? Потому что, ну, у каждого отеля есть там разные типы комнаты, там, есть разные, что мы называем, рейты, да, например, там, есть разные рейты, есть разные полиси, ну, то есть, например, там, есть отель там с завтраком, есть с бесплатной отменой, да, там есть какой-то предупрежденный, ну, и так далее. То есть, таких вот комбинаций очень много, плюс там есть одна, как-то, правильно сказать, комнаты, номера для одного человека, там, для двух, для трех и так далее, да. Если ты ищешь, как бы, поиск у тебя для одного человека, то ты можешь влезть как в однокомнатную, так и в номер для двух человек и в номер для трех человек, ну, и так далее. Ну, да, еще, наверное, как всякие там с видом на море, там, с видом не на море. Да, 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 все вот такие вещи, как бы, и тут, вот, как бы, по большому счету просто нужно взять и перебрать эти все варианты и понять, какова минимальная цена. Ну, понятно, как бы, если это делается в каком-то крупном городе, например, там, в Париже, да, мы там делаем сначала выборку по Парижу, вытащили мы там, сколько-то там, десятков тысяч отелей, да, и дальше, как бы, для каждого отеля нам нужно понять, а какова будет минимальная цена, вот, для того, как бы, набора критериев. И вот эта функция, как бы, она очень сложная, и чтобы посчитать цену, как бы, и по ней, чтобы нам произделать отсортировку по цене, ну, собственно, выбрать из всех отелей самый-самый дешевый, нужно посчитать для каждого отеля, вот, и вот это была, как бы, первая такая глобальная проблема, с которой Booking столкнулся, потому что, как бы, с ростом бизнеса, с ростом количества отелей в базе, вот этот вот расчет от этих вот ценников, он становился все более-более тяжелый, да, я вот в своем докладе приводил пример из моего личного опыта, я помню, когда учился в Финляндии, ездил в Амстердам туристом, да, и я хорошо помню, что тогда я не смог через Booking найти самый дешевый отель, да, потому что в Booking не было функции сортировки по цене, как раз вот по вот этой вот причине, да, то есть было слишком дорого посчитать цены для всех отелей и сортировать, поэтому считалось только цены для текущей страницы, ну, понятно, делать сортировку по цене из текущей страницы, ну, как бы, это бессмысленно. Бессмысленно, конечно, ага. Вот, и решили эту проблему таким достаточно, с одной стороны, элегантным способом, с другой стороны, таком, как бы, грубо силой, да, то есть решили, окей, давайте мы возьмем и предрассчитаем все цены. Ну, просто тупо, там, для всех вариантов комбинации возьмем и посчитаем цены и положим в базу данных. Соответственно, будет какой-то… Такой кэш такой, скажем. Ну, да, то есть это, как бы, мы это называем материализацией, да, то есть когда, как бы, вот эти вот цены, которые мы считаем, как бы, они, как бы, есть, но они виртуальны, да, то есть мы, как бы, рассчитываем, материализуем их и ложим в базу данных, вот. То есть это, как бы, отличие от кэша не в том, что вот мы сохраняем те расчеты, которые получилось так, что мы их сделали, да, а именно вот целенаправленный предрассчет, то есть такой кэш, которым всегда хитрейше 100%, то есть миссов не бывает и, в принципе, ну… Ну, понятно, да, 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 но тут сразу другая проблема, что это же сколько же… Это огромный объем, да, объем данных. Да, много, много, но, как бы, по практике показываем, что, казалось бы, много, но это все по-прежнему можно обрабатывать, да, то есть, ну, смотри, то есть, говоря, одна цена – это там 8 байт, там 4 или там 8 байт зависимости от того типа, да, в Booking, если взять вот все отели, все комбинации, как бы, вот этих вот, всевозможных комбинаций, да, их там будет, там, порядка 100 миллиардов. То есть, 100 миллиардов умножаем на 8 байт – это 800 гигабайт. Ну, в общем, да, в общем, 800 гигабайт, в принципе, не так расскажет. Относительно, конечно, все из-за того, конечно, что ты потом с ними делаешь, там, опять же, там же какие-то индексы, чтобы это быстро выбирать. Ну, скажем так, это не масштаб, там, это, по большому счету, это, как бы, на данный момент развитие IT-индустрии – это тот объем, который влазит в оперативную память даже одного, ну, какого-то топового сервера. Ну, да, да, в общем-то так. То есть, короче, это обрабатывается, да, ну, конечно, как бы там 4-5 лет назад это было побольше проблем, да, но тем не менее, это, как бы, там, с каким-то шардиром, там, на несколько десятков шард, это все может быть сделано. Ну, вот, собственно говоря, это и было сделано, да. Потом, окей, проблему подсчета цен мы порешали, но по-прежнему, как бы, вот с ростом бизнеса, с добавлением отелей мы уперлись в такую проблему, то, что, ну, у нас Перл, тогда был стопроцентный, сейчас он там уже постепенно его доля, как бы, падает, но такими очень медленными темпами, вот. Первый у нас однопоточный и тупо взять и пробежаться по списку всему отелей, даже вот с предрассчитанными целями просто пробежаться по всему списочку, но это, опять же, занимает какое-то длительное время, да, тут хотел как-то эти подсчеты все распараллелить, и поэтому решили такой, как бы, оригинальный, в кавычках, подход взять и написать свой внутренний MapReduce фреймворк, который как бы, ну, то есть, по сути, нам надо было распараллелить, мультитрейдинга в Перл нету, поэтому давайте сделаем мультипроцессы. Ну, понятно, да. Ага, так. Вот, написали вот этот вот фреймворк, ну, там с ним были определенные проблемы, несколько там у нас, ну, таких серьезных, серьезных аутаджей было. Вот, но смысл в том, что в определенный момент пришло понимание то, что, ну, как бы, даже вот ту архитектуру, которую мы используем, она как бы близка к как бы к исчерпанию своих возможностей просто в плане функциональных возможностей, там, того же самого Перла. Ну, например, там, не знаю, там, сравнить Перл и Си, Перл и Ява, да, там, ну, понятно, что там Ява-Си будет гораздо быстрее работать. Ну, да. Плюс, кстати, все, как бы, оверхеды на передачу данных, там, гоняние данных между воркерами, короче, все занимало какое-то такое не очень комфортное время и приняли решение, что... А, еще такой момент, то, что нам хотелось прямо вот сильно перейти на такую очень четкую клиент-серверную архитектуру. Кстати, поисковый сервис, это был такой, второй, по-моему, сервис в букинге, вот прямо вот сервис, ну, как бы, с очень четкой выраженностью, что есть какая-то клиентская часть и есть какая-то серверная часть. До этого это было все больше как-то так, монолит, полумонолит, там, с достаточно тесными связями между компонентами. Ага. Вот, ну, и да, вот решили все перестроить, там, такие ключевые моменты были, то, что, ну, понятно, мы отказываемся от перелавца в связи с его недостаточной быстротой вот для конкретной задачи поиска, хотелось, то есть мы выбрали Яву, Ява сразу надала нам автоматический мультитрейдинг, то есть убрала вот эти накладные расходы на передачу данных между воркерами, между процессами. Ага. И сразу закладывались на то, что хочется данные, вот эти вот данные с цен, да, держать рядом с вычислительным ядром, прямо чтобы они лежали в памяти. Ну, вот на основании вот этих вот таких вот решений начали строить систему. Было несколько вариантов, несколько экспериментов. Основная проблема была, наверное, с том, как сделать так, то есть вот объем апдейтов, который прилетает в систему, он большой, да, и на начальных этапах пробовали там всякие Elasticsearch, на чем этот библиотек, на которой Elasticsearch построен. Что-то, да, я тоже, да, не скажу. Ну, неважно. Короче, пробовали разные варианты с уже существующими поисковой системой. Короче, ни одна не выдержала нагрузку по апдейтам. Вот пробовали, я лично пробовал Tarantul, тоже как бы как in-memory базу данных, тоже вот конкретно в моей имплементации на конкретно мои задачи, он как бы, ну, он проиграл конкуренцию простому, простой яви с опозданных, в итоге мы выбрали RocksDB. Вот, кстати, тоже интересный будет момент, сейчас, почему вы выбрали. Слушай, я правильно понимаю, значит, у вас, к своему говоря, там несколько серверов, и вы на каждом у вас, собственно говоря, там, ну, какой-то кусок базы, и тут же, соответственно, Java application, который, соответственно, с этими данными прямо вот здесь рядышком работает. Вот, или они в памяти у вас хранились? Ну, то есть, они, помимо того, что они в памяти, они в том же самом namespace, то есть, RocksDB – это встраиваемые базы данных, embedded database, да, ну, по сути, это как бы библиотека, в которой у тебя есть функция, там, открыть файл, почитать из файла, пописать файл, да, то есть, как библиотека, которая скрывает за тобой, скрывает за собой эту сложность, там, поддержки LSM-дерево. Ну, то есть, да, то есть, у нас, как бы, есть такой кластер машин, где каждая нода содержит в себе поисковую логику, плюс база данных, которая вот прямо сидит в том же самом процессе, в котором и поисковая логика, и плюс, естественно, сама база данных, она целиком влазит в памяти. То есть, как бы, все зашаргено так, чтобы количество данных на каждое новое, не на полностью влезало в память. Ага, да, 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 это хорошее, да, интересное. И, соответственно, они здесь же сидят, ну, и, соответственно, когда надо поискать, то это все, собственно говоря, а-ля там MapReduce раскидывается, и все дружненько ищут и возвращают регрегированный результат. Да, 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 то есть, там такой двухуровневый MapReduce, то есть, сначала запрос прилетает на, что мы называем, координатором. То есть, координатор, как бы, его задача синхронизировать, транслировать, и не то, чтобы, как правильно сказать, не синхронизировать, короче, он просто транслирует запрос на какое-то количество шардов, которые у нас есть, да, и, соответственно, ждет их ответа, и потом это первый уровень MapReduce распараллельный, потом внутри каждой ноды, там тоже, как бы, на тот объем данных, который эта нода хранит, на нее набрасывается тоже какое-то количество трендов, которые параллельны ее там процессу. Ну, понятно, да, чтобы максимально, так сказать, задействовать мощность вычислительную. Да. Слушай, а вот еще, знаешь, пока сейчас не ушли в ROXDB туда дальше, обновление, да, вот, так сказать, материализация, ты говоришь, да, вот когда же ты там заказал в итоге, может быть, я, конечно, не знаю, здесь сейчас это или чуть назад, ты заказал, забронировал, теоретически же может так получиться, что вот какая-то цена из предрассчитанных уже как бы выбрала, скажем так, лимит всех доступных там номеров по этой цене, да, это же, получается, надо тоже при каждом броне еще и пересчитывать было все это. Безусловно, да, то есть каждое бронирование, оно имеет как бы обратную связь, вот этот вот процесс материализации, который перерасчитывает все цены. То есть, как бы материализация – это не одноразовая задача, то есть, это как бы есть постоянный поток апдейтов, который постоянно пересчитывается, то есть, кластер постоянно в процессе пересчета. Отвечая на твой вопрос, что сделать вот с такими вот устаревшими данными, да, тут стоит посмотреть на сам процесс бронирования, да, например, вот мы заходим на Booking.com, вводим там, я хочу отель там, не знаю, где там, в Москве, да, дальше тебе выпадает страничка этих отелей, да, потом всего скорее какое-то время ты проведешь на этой страничке, да, ты там почитаешь описание отелей, посмотришь там на отзывы, посмотришь на ценники и так далее. Короче, ты проведешь какое-то время. За это время вот ту цену, которую мы тебе отдали, она точно так же устареет. Да, логично. И когда ты нажмешь на кнопочку бронировать, ну, как бы не факт то, что вот тот последний номер, который один-единственный остался, его кто-то еще не забронировал. Ну да. То есть, как бы вот эта вот проблема устаревания цен, она как бы независима от решения. То есть, какое бы решение мы ни выбрали, то есть, если бы мы даже выбрали абсолютно консистентное решение внутри базы данных, да, то вот эта проблема, она все равно как бы сохранялась и все равно ее пришлось бы решать. Поэтому как бы выбор был, ну а зачем тогда ее решать, да, давайте мы просто как бы будем ее использовать в наше благо в том плане то, что нам нужно строить не настолько абсолютно консистентную базу данных, да, там как бы требования гораздо ниже. Единственное, как бы нужно, чтобы вот эта вот неконсистентность не выходила за какие-то допустимые рамки. Мы просто как бы мониторим вот эти вот рамки и там стоят какие-то алерты, да, там если система становится сильно неконсистентной, там во-первых, какие-то алерты, ну да, немного не так. Там в первую очередь срабатывает механизм, который выкидывает сильно устаревшие ноды, например, если бы во всем кластере, например, там какие-нибудь сотни машин, да, одна нода там получилась так, что она сильно устарела, она просто, как бы, система автоматически выкинет ее из кластера и отправит ее на ребилд. Точнее так, она автоматически на ребилд не отправит, она там поднимет какой-то флажок, что вот эту ноду надо заребилдить. И она уже не будет участвовать, соответственно, в всех путях. Да, 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 да. И второе, вот эта вот система как бы алертингов, которые смотрят там, чтобы сам кластер целиком не сильно выходил за запустимые рамки. Но если он как-то выходит, там какая-то уже какая-то проблема есть, которую нужно решать с помощью... Ну, вмешательства, короче. Ну, да, вмешательства программистов от админа, там, смотря какой уровень проблемы. Ясно. Слушай, ну, расскажи немножко вот про ROXDB, в принципе, да, ну, и Embedded база данных, что еще, как бы, какие варианты, вот ты говоришь, что еще вы рассматривали, то есть, вот, ну, Тарантову я понял, да, что он почему-то на вашей именно задачке подошел. Ну, где его так как-то хвалят, потому что в последнее время? Ну, его, то есть, его хвалят, тогда, как бы, скажем так, может, я не сильно написал корректный код на Луа, и, скажем так, у Тарантула такая, с одной стороны, достоинство, с другой стороны, недостаток в том, что у него вот эти вот три треда, которые у него есть, да, то есть, один там тред на взаимодействие с сеткой, другой, забыл чего, и еще один тред, который, собственно говоря, в процессе транзакции, да, то есть, если у тебя будет одна тяжелая транзакция, насколько я понимаю, она, как бы, залочит все остальные, и у нас вот эти вот, как бы, операция поиска, они достаточно тяжелые, вот. Его можно было порешать там с помощью очень хитрых индексов, вот, но эти хитрые индексы не хотели, сильно строить, потому что они бы сильно снижали те, как бы, варианты экспериментов, которые мы можем, они сильно, короче, они бы сильно повышали цену экспериментов, да, то есть, если, например, в то же самое Яви мы можем там сделать там какое-то количество тредов, да, и просто взять и брутфорсом все, ну, пробежаться по какому-то списочку отелей, да, просто взять и брутфорсом там что-то, что-то там проанализировать, что-то отфильтровать, что-то включить, что-то выкинуть и так далее. А в Тарантуле-то немножко сложно, потому что, ну, вот этот вот брутфорс-подход, он, на мой взгляд, не будет сильно хорошо работать, вот, но это как бы такие мои мысли, я думаю, там, если поговорить с ребятами и с Тарантовым, там, с тем самым Костя Осипов, он там скажет, что я сильно неправ, и вообще там нужно делать все по-другому. Короче, в определенный этап посидели какое-то время, я туда инвестировал, по-моему, это было около недели, поняли, что нам подходит больше вариант с Java и RocksDB, и его решили как бы использовать. Вот. Чего мы еще смотрели? Смотрели там несколько вариантов с базами данных, какие же варианты смотрели, это вообще не занимался не я, коллега, по-моему, KyotoDB, MapDB. Ну, какие-нибудь там левелы, соответственно, из этой же серии. Да, классические. ЛевелDB смотрели очень просто, брали как бы, интегрировали базу данных в код и смотрели, как она ведет себя под нагрузкой. И в итоге показалось, что RocksDB ведет себя чуть-чуть лучше. Ну, там, конкретных цифр, я не помню, но показалось, что она ведет себя там более стабильно под нагрузкой, там, те же самые, там, когда включается Compaction. Вот. На нем не остановились. То есть, никаких там серьезных исследований на тему, там, чего лучше, чего хуже. Не, ну, понятно, да. В общем, нашли решение, которое, в принципе, удовлетворяет, и зачем, так сказать, тратить еще там время, силы, деньги, ресурсы. Да. Если есть уже подходящий вариант, тут как бы перестараться тоже не есть хорошо. Есть более насущные задачи всегда, в общем-то. Всегда. Да. Хорошо. Слушай, ну, расскажи, ладно, чуть дальше, соответственно, окей. Вот, значит, RocksDB, да, встроено у вас все это, крутится, вертится. Сейчас она вот в таком виде и пребывает, да, я так понимаю? Да, вот как мы ее написали, там, так она и практически без изменений, да даже не практически, а без изменений. Все работает. Ну, ладно, хорошо. Расскажи еще, знаешь, что, вот, так сказать, это мы там говорили про поиск, да, я помню, там еще ты рассказывал про всякие там автокомплиты и вот эти штуки, которые вначале тоже, я так понимаю, они тоже как-то завязаны на этот индекс или, а, там вот про поиск. Чуть другое, да, наверное? Это другое, то есть, так называемая система автокомплиты и дизобигэйшн, дизобигэйшн это уточнение неоднозначности, да, то есть, как бы, основная суть этого системы, это вот, посмотрев на то, что нам ввел пользователь, ну, про там строка Амстердам или там, не знаю, химки, да, конкретно понять, какую конкретную геолокацию человек имеет в виду. То есть, понятно, что это нужно, во-первых, там как-то распарсить этот текст, да, но после того, как этот текст распарсит, нужно понять, какую конкретную геолокацию, потому что, например, там в мире, там, где несколько Парижа, несколько Лондонов, да, там, несколько Амстердамов, ну и так далее. То есть, просто так, если взять там список всех городов в мире, там, городов, деревень и так далее, простой, как бы, матчинг не сработает. Ну, он будет, как бы, плохого качества. Поэтому там достаточно такие умные алгоритмы, вот этим занимается другая команда, как бы я сильно тут не смогу прокомментировать, как это конкретно происходит. Ну да, то есть, есть какие-то там, какая-то эвристика, которая понимает, там, на основании, там, каких-то твоих текущих данных, которые система может получить, там, что конкретно ты всего скорее имеешь в виду. Угу, угу. Вот, и потом, собственно говоря, после того, как она поняла, чего ты имеешь в виду, она так конвертирует в какой-то там внутренний ID, да, который скармливается вот этой вот уже непосредственно в системе поиска, которая по вот этому ID начинает смотреть, какие отели сюда попадают. Угу. Вот оно как. Понятно. Слушай, а расскажи, ну, в принципе, про вот вопрос, так сказать, там, отказа устойчивости и всего. Я так понимаю, что, в принципе, да, кластер, оно у вас там связано, но все равно это чуть, может быть, как бы поподробнее, как оно у вас там устроено с этой точки зрения. То есть, если ты говоришь, там, координаторы, да, ноды, на которых, соответственно, как-то там живут уже воркеры, ну, вот чуть-чуть, может быть, поподробнее. Ну, тут, как бы, в конкретный поиск, что хорошо, то, что у нас система read-only, то есть, мы только обслуживаем чтение, то есть, нам не нужно обслуживать запись, что, как бы, существенно упрощает процедуру масштабирования. То есть, по сути, понятно, на, как бы, на первом уровне масштабирования мы просто поддерживаем несколько кластеров. Ну, естественно, как бы, нарушает, во-первых, проблему масштабирования, второе, дизавтор recovery, да, то есть, там, кластеры разнесли по-разному дата-центрам. Да, это, как бы, первый уровень, второй уровень, это внутри самого кластера, понятно, есть какое-то количество шарта, потом у каждой шарта есть реплики. Да, то есть, если какая-то, там, не знаю, там, 5 реплик, да, то есть, если одна машина выпала, ну, у тебя остается там еще 4. Ну, да, не критично, скажем так. Не критично, да. Ну, и, соответственно, ты говорил еще координаторы, да, которые, соответственно, все обсуждают, про какие реплики, какие шарды, где в строю, соответственно, все. А что вы, какие-то используете, соответственно, вот всякие, там, системы, там, на управление кластерами, что там, а в Discovery и вот эти прочие штуки, что? Нет, у нас система сервис-дискавери у нас внутренние, самописная, на основании ZooKeeper, то есть, там, как бы, ничего хитрого. Тут, что еще хотел добавить, как бы, вот это вот количество реплик, оно выбирается не только с целью, как бы, отказа устойчивости, но и с целью того количества операций течения, которые мы можем выполнить. То есть, получается, вот в этой вот матрице, если нам надо будет отмасштабировать количество тех данных, которые мы храним, мы будем увеличивать количество шардов, а если нам нужно увеличить количество операций чтения, которые они будут выполнять, мы просто добавляем новые реплики. А, ну понятно, да, поскольку самое, если надо просто больше, быстрее, то вы просто делаете больше реплик, соответственно, больше процессов могут в параллели ее, ну, вычитывать данные. Да. Ну, хорошее, что, хорошее решение, мне кажется. Ну, это, как бы, скажем так, это такая классическая архитектура поискового движка. То есть, если там посмотреть на то, как Google это делает, всего скорее так же делает Яндекс, ну, как бы такая классическая архитектура, когда у тебя какая-то там кластер-машин, там внутри инвертированные индексы, ну, и там MapReduce, и погнали. Ну, понятно. А расскажи немножко, как вы все это, соответственно, мониторите, вот ты там уже немножко говорил, да, какие-то, но тем не менее, может, чуть поподробнее, как, чем, какие метрики вы собираете, как вы там понимаете все это, что она живет быстро, медленно, хорошо, на что, в принципе, как бы стоит здесь вообще обращать внимание и как бы какие-то важные, ключевые, скажем так, моменты. Понятно. Ну, давайте, скажем так, технические метрики опустим, да, ну, так как бы, понятно, ключевая метрика – это время ответа, понятно, да, по очевидным причинам, и еще одна ключевая метрика – это вот состояние синхронизированности нот, чтобы они сильно друг от друга не выпадали. вот, ну, а что тут, ну, там данные в Graphite, из Graphite посмотрим, дашборды, алерты, ну, как бы, не знаю, мне кажется… Все более-менее стандартное, я тебя понял. Ну, да, все стандартное, как бы, да. Слушай, а… Никакого там rocket science нету. Я тебя понял. Слушай, а расскажи, если, знаешь, вот немножко, ну, понятно, что, да, у вас там поиск, как бы, это чтение, но, тем не менее, вот, когда там происходит заказ, да, как происходит вот это, так сказать, обновление данных, которые потом к вам разливаются, то есть это же, ну, извне вот приходится, скажем так. Ну, да. То есть у нас, получается, есть поисковая система, про которую мы сейчас говорили, и система бронирования. То есть все брони, они идут через систему бронирования, которое высылает notification в материализацию, да, в материализации этой modification подхватывают, пересчитывают данные, складывают в какую-то очередь уже материализованных обновлений, дальше кластер, каждый из поисковых кластеров, он, как бы, читает эту очередь и применяет эти вот обновления к своему локальному состоянию. Ну, то есть какая-то у вас, получается, есть некая такая шин данных а-ля что-то? Ну, да, да, да. Ну, это как бы, да, то есть есть как бы с архитектурной точки зрения шин данных, с точки зрения имплементации это там набор табличек пускули, в которой там складывается по одной записи на обновление, потом с которой все это дело читается. А, и то есть у вас там никаких там типа а-ля там ZRMQ, вот Revit MQ, ничего такого нету, да? Все очень просто, все очень просто, там, по-моему, то ли на каждый день, то ли на каждый час по табличке у каждой записи свой автоинкремент ID, соответственно, тело это тело обновления, потом, как бы, в кластере, в поисковом кластере каждая нода знает свой последний ID, который она попроцессила, то есть вот она говорит, типа, там, дай мне все, начиная с какой-то позиции, типа, вот, я у себя применю это локально, как только применил обновить локальное состояние, повторить операцию. А, очищается эта табличка, когда, когда все, ну, то есть вот, каждый нода додалки спросила, применила, окей, а кто последний, он же должен почистить, чтобы уже больше не применять это. То есть там смысл в том, что для того, чтобы иметь возможность перестройки кластера, как бы, ну, например, там, не знаю, там случилась какая-то авария, да, и там в течение какого-то времени ни одна нода в кластере обновления не читала, да, то есть вот эта очередь, она содержит данные, как бы, в течение какого-то периода времени, достаточно длительного, чтобы очищать можно было без координации. То есть, ну, тупо есть кронжопы, которые, там, старые данные, которые, там, несколько дней, я не уверен, что несколько дней, там, короче говоря, просто берет и чистит старые данные. Ну, при этом, как бы, есть такая очень серьезная уверенность того, что, ну, в данный момент никто эти данные не использует, ну, потому что, блин, если их кто-то использует, то мы неправильно делаем свою работу. Ну, то есть, грубо говоря, кластер находится в каком-то деградированном состоянии, да, которое мы не отследили. Понятно. Ну, да. Слушай, расскажи еще, может быть, знаешь, немножко, как вы все это деплоите, да, вот с точки зрения, так сказать, там, обновления, компонент. Ну, наверное, здесь тоже ты сейчас предскажешь, там, никакого rocket science, но, тем не менее. Ну, то есть, тут мы используем, как бы, внутреннюю бакинкомскую тулзу для деплой. Она, как бы, с одной стороны внутренне, с другой стороны она в open source, но я не видел ее использование за пределами бакинкома. Называется она git deploy. Процедура выглядит прямо следующим образом. Ты заходишь на staging host, ты говоришь, там, git deploy start, тулза, как бы, ставит лочку. Ну, что вот второго параллельного рулаута не было. Ага. Да, потом ты, ну, соответственно, там, делает пул, репозитария, рестартует, там, эти сервисы. Короче, подготавливает тебе staging для какого-то, там, базового тестирования. Ты там как-то делаешь это базовое тестирование. Потом ты говоришь git deploy sync. Sync вешает тег на текущий коммит. Там тег включает в себя, там, название сервиса, дату, время. Вот. И, соответственно, следующим шагом у тебя вот текущее состояние директории, оно синхронизируется на удаленные сервера. Ну, на сами ноды. Тут, конечно, такой момент, то, что оно синхронизируется в определенном порядке, потому что мы не можем просто взять, например, там, 30% кластер вытащить. То есть, проблема в том, что нам ни в коем случае нельзя одновременно вытащить все реплики одной шарды. Ну, да-да-да-да, логично, конечно. Вы их должны в разнобой обязательно. Да-да-да. То есть, там, грубо говоря, такая логика, то, что мы всегда вытаскиваем по одной, по две, по три реплики из каждой шарды. Например, если у нас условные 10 шардов, да, и в каждой, например, там, три реплики. То есть, мы всегда вытащим 10 первых реплик, потом 10 вторых реплик и 10 третьих реплик. То есть, деплой будет происходить как бы в три этапа. Вот. Ну, все. То есть, как бы, толза там сама синхронизирует, там, арсинком, по-моему, там, сначала копирует на промежуточные сервера, а потом с промежуточных на конечные. Вот. Ну, и все, как бы. Ну, соответственно, деплойт, поскольку джал, просто джаленький деплойт, соответственно, да? Да, да, да. То есть, он, как бы, копирует целиком репозиторий. А, да. То есть, я забыл сказать, что там, например, на этапе, ну, то есть, вот, когда ты сказал, там, деплойт старт, говоришь, типа, давай сбилди мне новый джарник, джарник будет в том же, в той же директории, которую мы будем копировать, да, то есть, он просто, как бы, прилетает вместе с директорией. Ну, джар прилетел, все, там, говорим, просто локальный рестарт. При рестарте, там, такая достаточно важная процедура ворумап. Ну, то есть, прогрева. То есть, перед тем, как добавиться в production pool, система делает, там, какое-то количество локальных запросов, просто чтобы, там, элементарно, там, данные, там, все данные. А, тут еще такой момент, то, что ворумап происходит в два этапа. Во-первых, мы VM-тачем читаем все данные, ну, просто, как бы, VM-тач на всю базу данных, на которой, там, на локальном диске лежит. То есть, чтобы она, как бы, в page cache вся прогрузилась. И второе, это выполнение каких-то, там, какого-то количества запросов, чтобы, там, в javi джит сработал, чтобы, там, весь стек прогрелся. Вот. Ну, и все, как только это, как бы, сделали, и все, там, если, там, какие-то базовый набор санятий-чеков, типа, там, что у нас, там, availability не сильно старая, там, количество отелей выглядит правильно, да, там, ну, то есть, такие, как бы, проверки, ну, все, как бы, если все прошло, добавляется в пулы, и все, как бы, деплой на данную ноду считается успешным. Успешным. Ага. Слушай, а Java, вот еще скажи, вы какие-то applications, серые, или просто у вас прям, просто Java, так сказать, там, свое все, или какие-то там… Там на основе DropWizard, да, DropWizard, веб-сервер, и этот, как его, фреймворк, забыл, Jetty. Jetty, ага. Jetty. DropWizard, Jetty, да. Понятно, и, естественно, RocksDB тоже внутрь заделал. Да. RocksDB обознаны, да. Слушай, ну, довольно-таки все, ну, интересно было, видишь, ты, я говорю, ты так, как бы, рассказываешь, уже, знаешь, привычно, что, ну, тут все просто, все понятно, но я думаю, слушателям будет все равно было интересно это все послушать. Слушай, ну, мы вроде бы так обсудили все такие темы основные, какие хотели, да, вроде бы. Вот. Если что-то хочешь еще, так сказать, завершение интересного сказать, пожелать, то самое время. Рассказать, пожелать. Ну, слушателям, да, вдруг что-то такое, какие-то интересные мысли. Да нет, будьте в Амстердаме мимо не проходить. Ну да, это точно. Слушай, Вань, ну, спасибо тебе большое, что зашел в гости, вот, было, я думаю, в любом случае интересно послушать, выше мне это точно. Вот, надеюсь, слушателям тоже. Друзья, вы, пожалуйста, не забывайте писать там комментарии ваши, какие-то отзывы оставлять, они всегда интересны, вот. Ну и спасибо всем, кто с нами, до новых встреч. Спасибо тебе, что пригласил, спасибо слушателям, что слушаете, пишите. Да. Пока, спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok